Ребята, всем приветик! Хочу показать вам свой очередной заказ от Фаберлик. Это то, что мне в прошлый раз не пришло. Это вот такая салфетка для чистки стекол. Вы знаете, я себе средства для чистки стекол купила, так как сейчас начнется у нас сезон мытья окон. И вот такая салфетка для чистки стекол из микрофибры. Очищает одним движением, без разводов, царапин и ворсинок. Прекрасно подходит для любых поверхностей. Но она действительно такая совсем безворсовая, я бы сказала. Я тоже буду мыть, конечно же, стекла вместе с вами. И сами посмотрите, как это все работает. Заказываю в основном по отзывам. Девчонки, то, что хвалят на работе, я то и беру. Вот такую профилактическую зубную пасту хвалили Фаберлик от зубного камня и налета. Хочу попробовать. Препятствует образованию зубного камня. Это очень, кстати. Актуально. Взяла себе вот такую палетку из косметики, из декоративной. Это для скульптурирования лица. Вообще хочу научиться это делать. На ютубе много видео. Хочу попробовать. Может быть получится. Идет весна, хочется чего-то новенького. Взяла себе еще одну помаду. Цвет розово-бежевый, по-моему, или розово-персиковый. Сейчас я вам покажу номер. Вот, если кто-то хочет. Цвет достаточно яркий, но в то же время не такой, не сильно красный. То, что я хотела. В общем. Взяла в этот раз кучу батончиков. Еще в прошлый раз на них засматривалась. Вот такие батончики. Видите, с пребиотиком. В общем, 130 килокалорий. Натуральные ингредиенты. Без ГНО. Зачем взяла, вы спросите. Вот такой. Вот. Кокоский ашикерап амарант. Яблоко, банан, физалис. Полезные продукты. Яблоко, вишня, асай. Миндаль, клюква и хинаце. Зачем взяла, вы спросите. Потому что на работе постоянные перекусы. Постоянно пьем чай. Что-то хочется к чаю. И эти все лишние калории откладываются у меня на боках и очень сильно. Поэтому решила взять что-нибудь такое. Ну, вот. Подобное. Фруктовое, ореховое, ягодное и так далее. Это все равно не так калорийно. И, я думаю, полезнее, чем обыкновенные печеньки на маргарине. Так скажем. Поэтому набрала разных. Буду брать на работу. И петь чай вот с такими вкусняшками. Потому что нужно к лету готовиться. Тут почему-то три. А здесь по четыре. Интересно, почему. Тут тоже три. Ну, значит, разная фасовка идет. Взяла попробовать вот такую губку. Она идет и для мытья посуды, и для уборки дома. Кольцонок. Тихо. Такая достаточно плотная. Для мытья посуды, наверное, будет идеально. И взяла карандаш пятновыводитель. В прошлый раз, когда спрашивала у вас советы про брюки, на которые я посадила пятно. Очень многие написали про Фаберлик. Будем с вами экспериментировать. Удалит или не удалит жирное пятно. Если не удалит, то попробую Фэйри. Тоже очень многие мне посоветовали. Спасибо за совет. Ну, и для макияжа, конечно же, нужна кисть. Взяла вот такую кисть. Это для палетки. Кисть для румян. Вот и весь заказ. Хочу напомнить, что по 11 апреля Фаберлик проходит крутая акция. Если зарегистрироваться по ссылке под видео и заказать продукцию на сумму 2 500 по ценам каталога, то к оплате нужно будет всего лишь 1000 рублей. Вам дается скидка 20% на весь товар в любых заказах. Это будет ваша скидка консультанта. И вам подарят 1000 для оплаты первого заказа. Таким образом, можно набрать кучу товаров на 2 500, а заплатить всего 1000 рублей. А также можно еще получить в подарок концентрированный стиральный порошок, если наберете больше, чем на 2 500. В Фаберлике огромный выбор товаров, поэтому регистрируйтесь быстрее. Ссылка под видео. Мы после работы быстренько в темпе вальса готовим ужин. Готовим картошку. Решили сделать просто тушеную. Вот этот пласт у меня был заморожен. Свинина сразу порезанная кубиками. Видите, как удобно. Прям пластом кинула. Сейчас вот это все овощи нарежем, зальем бульоном. Хватит, наверное, один из картошки? Сейчас, сейчас. Одну и все, хватит. А котенок меня попросил разморозить ему мясо. Да, котенок? Ты просил меня мясо разморозить? Да, я знаю. Сейчас уже. Писи у меня мясо. Я ей сейчас разморожу и дам. Не знаю, все говорят по-разному. Кто-то говорит, кошкам нельзя мясо. Я даю. Мне кажется, они хищники. Они в природе едят мясо. Так как бы задумано, что кошки ловят миши. Поэтому я ничего в этом страшного не вижу. Никаких паразитов у Стеши нету. Поэтому она любит мясо. Да? Ты любишь мясо, да? Да, кот. Сейчас режу уже. Здесь пью томатный сок. Делала вот такой томатный сок. Ну, так как мне было лень мясорубку доставать, я через терку делала. Поэтому он такой не как сок, а как соус больше получается. Но очень вкусный. Пью и добавляю во все блюда. Вообще, ребят, вы у меня просите рецепты консервации. Вот мамины грибочки просили. Я обязательно все буду снимать. Но, скорее всего, летом. Вот когда заготовки начнутся, вместе с мамой будем снимать все, как она делает. Рецепты буду вам оставлять. И лучше в этот период. Потому что как раз осенью начнутся заготовки. Лето-осень. И мы с мамой будем делать и заодно снимем. Обязательно все эти заготовки вам дам. Все, что нам нравится. Все, что нами проверено, нашей семьей. Может быть, вы так уже делаете. А может быть, что-то новенькое для себя узнаете. Назад. Сморка ты. Спасибо вам огромное, ребят. Спасибо. Мы танкуем с девчонку. Тяжело? Че? Тяжело бы? Нет. Быстро же. Я дома назад толкать будем. Там отцу сейчас обрызгала бы. Наоборот. Вперед. А то да вроде нормально. Ну, такая сейчас сляпица. Многие застревают. Девчонка за ровенцем была. Ну, это я, но как-то любую бы сделать. Ну, да. Куда-то она залезла. Ну, если погулять, дойти до зала магазина, у кошки корм закончился. Вообще, там что-то вчера много надо было, мы все-таки забывали, что мы сегодня хотели. Лаваш хотели купить еще. Криски. Криски. Мы с Денисом все купили и решили пройти еще кружочек по тропе здоровья. У нас прямо еще дела все сделали, да. Весна уже, но выжжня еще есть. Вот многие на лыжах катаются. Сегодня такой солнечный денечек. Видите как? Тут просто ходит с палочками. Скандинавская ходьба сейчас очень модная и полезная. Вон бабушка впереди. С палочками ходит. Выходим без ничего. С пакетом. Купили хлеб, кошки корм и Дениса чехол для телефона. Все. Сейчас прогуляемся кружок. Хлеб кекем, правда. И дальнейшие дела. Критошечка готовится у нас. А, Денис, ты не хочешь знать пальто? Ест то, что он любит. Это хлебушек с маслом и варенье. Он не ждет ужина. Интересно, что это время Раис? Октябрь или нет? По-моему, ничего же не происходит. Надо же научиться планировать. А для чего это 6 минут? А вот это зачем? Не трогай. Это опускаешь, когда хлеб плавишь и опускаешь. Ага. У нас тостер никогда не... Ой, блин. Я только хотел сказать. Ну, чего ты не предупредить не мог, блин? А я сам офигел. Я испугалась. Блин, вот так. Защита времени сейчас. А, горячий не бождись. Горячий. Скорее всего, наверное, не есть. Вау. Ну, что он пытается его изби дать с тостером? Вот, смотри. Он, видишь, он большой? Вот такие куски даже можно ставить. Так вот ставишь. Так опускаешь. Все. Глаз. Клево. Даже я справлюсь. Так у меня вот это, интересно, что, не пойму, не фигел. Это может быть... А, вот эти функции, скорее всего, подогрева, вот, две минуты это разогрев, наверное. Нет, а может быть, это регулирует, насколько он будет черный, зажаристый хлеб? Нет? Нет. Это, скорее всего, это разогрев, это разморозка, это разогрев, скорее всего. Вот он разогрев и разморозка. А разогрев чего? Булочки, что ли? Ну, горячий, может быть. Да что, можно себе? По идее, он сам, получается, должен вытащить. Я ничего не делаю, что ли? Чё, котёнок, маленький, колозый котёнок. Никто тебя не даёт, да, ничего не даёт. Мой, холосенький. Мой, холосенький котёныш. Мой, скотёныш. Маленький, скотёныш. Это ты ешь. Какая разница им будет? Это первый хлебушек. Работает? Что ты снялаешь? Чё ты сразу закрыл? Нет, я посчитал, что ты ещё два раза обменяешь. Не хватает, что ли? Нет, обменяешь понемножку. А ты обмениваешь? Конечно. А где деньги? Качели. Качели? Прячешь? Это не бюджета машины. Там, которые в машине лежат, тебя? Это да. На бензин? Ну, ладно. Где меняешь? Магазин, заезжай в любой. Светофори поменял вчера, сегодня. В другом магазине, в волне. Молодец. Молодец, огурец. Ну, это же на бензин. Ничего не было. Поменяю все. Лихты меняла. Денис мне соску купил. Соску, контейнер для питья воды. Контейнер для питья воды. Плёмкость. Да, этот, фикс прайсе. А то их не было одно время. Буду брать с собой на работу, чтобы воду пить. Налью дома. И буду пить там на работе. Да, воду с лимоном можно брать. Или компотик. То есть, сижу вечно пить охоту на работе. А там вода плохая. Что ты сразу палишь? Не выдержал. Я тут разбираю все. Я решила попробовать с марципаном. Что это такое? Стыдно, но мы ни разу не пробовали. Ага. Тебе половинка, вот мне половинка. Какая тебе половинка? Тебе кусочек только можно. Он ещё какой-то шоколадный. Не шоколадный, а ровно пахнет. Марципан, это, по-моему, если я не ошибаюсь, поправьте меня, это, по-моему, миндаль, да? Такой раскрошенный. Нет? Или я ошибаюсь? Надо в гугле посмотреть, что такое марципан. А сочетание что-то напоминает просто. Что-то скушает. Правда, алкоголем пахнет, ромом. Ну, там на этикетке ром нарисован. Ну, он пахнет ромом. Знаешь, я не знаю, кокос, что ли, вот это? Нет, это марципан и есть. Какой тебе кокос? Вкусно? Что надерёт? Твои сапоги, походу. Ты что дерёшь? Э! Я тебе сейчас подеру мои сапоги. Ну как? Кыш! Кыш отсюда! Дерёт стоит сапоги мои. Получишь. А что ты опять оставила? Она не пойдёт уже, наверное? Она там крутила. А что я сделаю? Твои сапоги мои. Твои сапоги. Твои сапоги. Ты вот сапоги так берёшь и туда у меня закрывать просто. Сама же вставляй. На, пробуй. Нет, нет, уже поздно. Сейчас поздно напишу. А майоран это что такое? Это? А что это? Такое растение? Угу. Чуть там клеишь. Да. Ну, каркас уже жёсткий будет, он будет стоять. Такой же просто сделала, а это выкинем. Угу. Сам каркас попробую сделать, покрасить потом. Время просто вроде пока есть. Буду заготовки делать. А что делать? В обед делать нечем. А что сидеть? Стишь мину, я, пожалуйста. В общем, я думала-думала, что приготовить сегодня на ужин. И что-то уже, видимо, весна. Хочется чего-то такого летнего. Придумала окрошку. Вместо колбасы положила куриную грудку. Вчера покупала редис, в общем, зелень вся из заморозки. Сейчас будем... Ну, я буду себе окрошку делать с кефиром и с этим. С минеральной водой. А Денис, если окрошку не захочет, сделает как салат. Такая будет у меня густая-густая окрошка. Я так люблю. Так летом сразу запахло. Ммм. Если ты не хочешь окрошку, можешь заправить как салат себе. Плюс соль, обвязайся на горчичку. Нормально? Канал широко. А тебе если тот принесу, нормально будет? Который я на работе в обед смотрю на телевизор. Ничего не надо. У меня всё хорошо. Нет, нормально. Вот такую ножку у неё. Раз, и всё. Поставил. Тебя нормально? Пугается, что я опять камеру поставила хлипко. Что она может упасть. И заливаю всё минералкой. Старайся пошире ставить. У тебя неустойчиво ставить. Чуть заденешь, что ли не пойдёт? Вкусняшка, вкусняшка. А когда я уже стол сделаю, ну, на балконе, блин. Зачем тебе стол не упал? Ну, чтобы не возиться здесь. Ну, что ты здесь опять возишься? Паяйся. Я вам дай. Сейчас, ты что? Ну, ты не паяй. Вот ты интересен. Ну, давай ты салат не делай. Зачем ты паяешь? Что тебе нужно паять? Ну, где ещё такие вещи надо паять? Чтобы не на кухне паять, а? Я посмотрел, там соляшница с этого кусок остался. Вот такой вот с ванной. Там метр как раз. Вот столик сделаю. Обрамление заклею. Надо дом купить новый. Будет тебе место, где паять, где варить. Место у меня есть. У меня и гараж есть летом. Вот отцовский переделываю под мастерскую. Надо всё лезть не переживать. Боже, как вкусно. Постараюсь оборудовывать там всё. Там эллипич, ты видишь, всё есть. Как я соскучилась? Замечательно. Крошки. Вообще. Смотри, какая. Смотри, какая. Смотри, какая. Смотри, какая. Класс. Вкуснятинка. У Дениски опять паяльный цех открылся. Что ни день, он что-нибудь паяет. 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 Ты любишь, да, паялки? Лампочки, которые перегоревшие, он что-то всё паяет. Он надо в свой дом переезжать, кажется. Любитель. У меня закипел чайник. Хочу попробовать вот такую штучку, которую в посылке прислали. Он называется капучино. Сейчас высыпала в стакан. Какой напиток. Полную наливать не буду. Не знаю сколько. Плохо, когда не знаешь языка. Ну, поняла, что капучино. А в прошлой посылке такой же фирмы только шоколад был. Вот. Тоже вкусный. Вот так пахнет вкусно. Капучино прям пахнет. Хочу есть лицо? Тоже был выключен. Он правда без сахара. Капучино. Капучино. Ты что, карту разложил? У нас это, как говорится, киевская нету что? Киевская была? А где она? Не знаю. У меня в кошельки не смотрел? Ну вот всё засылка с тупым. Денис решился все скидочные карты забить в айфон, так удобнее, чтобы они всегда были под рукой. У меня были. Потому что они очень дома валяются. Нет, санфонги у меня были. У меня вообще нету. У тебя что-нибудь такое? Так ты не можешь забить обычную карту, чтобы расплачивать за айфоном? А тем временем, ребят, у нас на улице... Весна полным ходом. Весна? Да, весна полным ходом. Я думаю, вам видно? Вот что называется конец февр... Ой. Вот что называется конец апреля. Снег валяет такими хлопьями ещё. ....